Совсем недолго остается до самого главного конкурса красоты края, мисс Приморья. А пока девушки усердно тренируются, чтобы показать, насколько они красивы и талантливы. Ежедневно по пять часов дефиле на высоких каблуках. Идеальным должно быть каждое движение. И это лишь небольшая часть того, что участницы конкурсами с Приморья успевают за один день. Держать королевскую осанку им помогают многочасовые тренировки в зале. Но напряженный график для красавиц не помеха. Постоянная работа над собой только усиливает желание победить. Взгляд профессионала всегда важен. И мы все понимаем, что на сцене мы должны выглядеть идеально. Мы же представляем все-таки каждый свой город, представляем себя. Умение правильно воспринимать объективную критику – еще один навык, которым должна обладать каждая участница. Девушки понимают, любой совет педагогов – это бесценный опыт, который увеличивает их шанс на победу в конкурсе. Конкурс для меня – это очередное испытание, которое помогает мне закалить характер и реализоваться как личность. Мы уже многому научились, уже держим осанку, ходим красиво. Хотя поначалу девочки многие вообще практически не умели ходить, я в том числе. Вопреки всеобщему мнению, жестокой конкуренции на этом конкурсе нет. Участницы помогают и поддерживают друг друга. Вместе стараются преодолевать волнение и усталость. У нас нет такого, что одна девочка сидит в одном углу, грустит, а другие спинються стоят. Поэтому мы как-то коллектив, именно коллектив, дружный коллектив. Мисс Приморья отличается от остальных конкурсов красоты. Уже 13 лет зрители приходят на эффектное шоу. К слову, за все это время организаторы ни разу не повторились. Каждый новый конкурс по-своему уникален. А на этот раз решили немного изменить и условия кастинга, и отступить от привычных критериев. В этом году у нас девушки не настолько высоки, скажем, нет, они красивы, они стройны. Ну, потому что, наверное, нужно повернуться как-то лицом к нормальным людям, да, просто девчонкам, которые просто сюда приходят. И, наверное, мы прежде всего делаем этот конкурс для жителей Приморского края, а не для Москвы, не для Соединенных Штатов и так далее. У них свои критерии. В финале участниц ждет шесть номинаций. И кому достанется корона-победительница конкурса красоты Мисс Приморья в этом году, станет известно уже 14 мая. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.